Свойства человеческой психики Про Куджао говорят, что он, конечно, состоял целую эпоху, мы все пели его песни, но, в общем, так себя прозвали, и, в общем, конечно, не вполне поэт. И то же самое происходит с Дикарнеем Чайковской. Объявление, у нас, говорит, чрезвычайно важное, принципиальное в истории нашей культуры, нашей жизни, но про нее тоже все время говорят через «но». Саша Петровна, конечно, очень смелая книга, но все-таки посредственная литература. И, конечно, очень значительный ее труд, посвященный Анне Ахматовой, но это все-таки не проза, это все-таки не имеет отношения к литературе. Вот как бы вы попробовали это делить без «но» в целом, ну, наверное, в кубке противоречий, но все-таки в целом явление Лидии Чайковской? С этим «но» это, видимо, очень свойственно человеку. Недавно мне замечательно сказал по этому поводу наш самый друг Леонид Дубшан, что существует апофатическое, так называемое, богословие, когда вы определяете Творца через то, что он не есть. Вот он не такой, не такой, не такой, в конце концов остается, какой же он на самом деле. Отжигаете временное, случайное, то, что первым приходит в голову, общие места, чтобы постепенно прийти к самой сути. Я имел такой случай, поскольку довольно много лет, довольно близко с Лидией Корнеевной общался, я имел случай, и так думать, для себя я придумал такую формулу. Конечно, она, наверное, еще сто раз должна быть уточнена. Мне кажется, что Лидия Корнеевна Чайковская была в этом нашем довольно безумном мире, в безумной истории, как бы воплощением нормы. Вот она была воплощением нормального сознания, для которого такие вещи, как правда, человеческое величие, обладали реальностью. Она, на самом деле, верила, например, что бывают великие люди, и Ахматова считала великим человеком. Она, на самом деле, верила, что очень важно, чтобы речь, ну, например, Ахматовой, или, наоборот, скверное выступление скверного человека, донос какого-нибудь, не знаю, Катаева, был записан, сказан, вспомнен, не забыт, потому что ей казалось, что правда играет в человеческих делах, и в человеческой истории очень большую роль. Может быть, в этом причина, почему через «но» и почему ее проза, может быть, не осознается, как такая необыкновенная, именно потому что она все время сама тяготела к норме. Она старалась, чтобы подлежащее стояло перед сказуемым, она старалась, чтобы репетитор был точным, она не позволяла себе никакого выкрика никогда, насколько я понимаю, ни в жизни, ни в литературе. Это ровный голос, который говорит правду, что, казалось бы, может быть скучней. Нет ли в этом момента простодушия, когда она с этим же требованием правды обращалась к лживой системе? Совершенно верно. Я думаю, что это просто главный момент и есть. Я даже ей сам однажды сказал, и она не очень обиделась, что вот мне кажется, что ей так вот примерно осталось на всю жизнь лет 13 или 14, как она осталась той девочкой, которая своему безумному, страдающему патологической бессоннице отцу на ночь читает баллады Жуковского, как это описано в замечательной книге, о памяти детства, замечательной этой книге. В ней это в самом деле было. Знаете, это очень странная история. Мне кажется, вот сейчас это даже может быть почти обидно сказать о человеке, что он был в воплощении нормы, что вот, вы знаете, она была абсолютно в некотором роде, она была абсолютно советский человек, в том смысле, в каком советскими людьми были Сахаров, Солженицын, наши диссиденты-антисоветчики, только они-то, собственно говоря, и были советскими людьми, потому что они требовали от этого общества, от этого государства, чтобы оно выполняло свои собственные законы, держалось свои собственные идеологии, говорило, короче говоря, правду. Они верили, что это возможно. И в этом смысле они были, а, наследниками, самыми настоящими наследниками русского 19 века, и в них и держалась эта связь между 19-м российским веком и 20-м советским, потому что вот оказывается, ведь на самом деле в этом смысле между, ну, между даже такими разными людьми, как, я не знаю, скажем, Кехов и, например, Солженицын, нет никакой разницы в отношении к истине, к основным человеческим ценностям. Они абсолютно одинаковы. Вот и Толстой, и Солженицын. В этом смысле они не различаются. Толстой, без сомнения, в 20-м веке написал бы архипелагулаг. Ничего другого не сделал. Это очень удивительный тип личности. А вот еще объясните, загадка, если сможете, почему именно женщина оказалась столь прозорлива при всем своем простодушии в то время, когда мужчины, и великие мужчины, и в том числе ее отец, еще находились в каких-то таких сладких или горьких сетях заблуждений, когда Корни Иванович вас тоже нааплодировал Сталину в эдитуре, помните, воспоминали вместе с Пастернаком. Пастернак посвящал стихи Сталину. И все находили оправдание искренности своих заблуждений, а у нее не было и следа их уже в 30-е годы. Мне кажется, что это очень важный, философский, наверное, психологический, если не психиатрический вопрос. Об этом сейчас уже даже существуют разные научные работы. Я думаю, что тоталитарный строй вообще как бы истребляет мужчин, мужское в человеке прежде всего. Ну, просто потому, что все-таки естественное состояние мужчины – это право выбора, способность за что-то отвечать и так далее. Отнимая это у всех людей, такие строи, как советский, он же решал мужчин именно каких-то очень важных сущностных определений. Вот я знаю, о чем вы говорите, эти записи Чуговского в его дневнике. А в том, как он видел Сталина на съезде комсомола, это пишет не мужчина, это пишет влюбленная барышня. Со слезами на глазах. Со слезами на глазах. И Пастернак обращается к Сталину с такими же точностихами. Со слезами на глазах. Это не мужские стихи. Мужчины, видимо, там в каком-то качестве переставали существовать. А некоторые женщины, как ни странно, вот, например, Ахматова, да, или Надежда Яковлевна Мандельштам, да и несколько других мы должны назвать. Либо они почему-то, я не знаю почему, ну, напрашивается что-то обыкновенное, что вроде они все-таки ближе к реальностям жизни, да, меньше живут воображаемыми чувствами. Женщин, меньше живут воображаемыми чувствами. Ну, вот, как ни странно. В этот список, я думаю, надо пополнить еще и среди Викторовых. Например, да. Понимаете, может быть, они реальнее чувствуют других женщин, вот что важно. Мужчины все-таки, ну, мы вдвоем все в область, где они специалисты. Но вот, что касается Софии Петровны, то там это все совершенно ведь, очевидно, там трагедия, на самом деле, ну, я не знаю, шекспировского уровня, не так много в мировой литературе сюжетов, где мать, например, на коротеньком промежуточке, надо сказать, временном и в очень маленьком литературном объеме, мать на наших глазах абсолютно последовательно, как в шахматной задаче, шаг за шагом приходит к тому, что она отказывается от единственного сына, от своей единственной любви, от смысла своего существования. Мать предает сына, это вам штучка посильнее Магбета, Магбета Шекспира, вообще-то говоря. И очень интересно, что это, вот я сейчас вдруг подумал, что это в каком-то смысле абсолютное опровержение горьковской повести, да. Это два полюса, вот, собственно говоря, два полюса этой идеологии начиналось с повести горького мать, а кончилась, на самом деле, София Петровна совершенно на том же самом, да, с совершенно другим поворотом. Ужасно интересно, это просто, я уверен, что сама Лизия Когненьевна даже не думала об этом именно так. Вот что еще интересно, ну, значимость ее работы обохматывает, ну, совершенно несомненно, понятно, тут этот кусок литературы просто прочитывается через ее комментарии, через полноценную фактологию, памятливость, вот эта педантичность. А вот что значит, как объяснить поведенческую, что ли, сторону этого труда? Потому что все-таки Анна Андреевна была человеком, особенно последние годы, человеком позы, образа. Она часто вела себя достаточно непорядочно по отношению к Лиде Корнеевне. И тем не менее она, то ли создавая величие человека, который перед ним, то ли создавая значимость своего труда, то ли, обладая свойствами жертвенности, продолжала работать и работать над этими записками, и получился действительно замечательный труд. Но как вы объясните с точки зрения поведенческой это? Я думаю, что когда она начинала, то есть когда Корнеев Иванович сказал Лидии Корнеевне, записывая за ней, имея в виду, что вот тебя судьба осчастливила, познакомив тебя и приблизив тебя к великому человеку. Она ничего другого не думала, кроме того, что она была влюблена в стихи этой прекрасной, трагической, гордой, горькой женщины, и хотела оставить потомству правдивые свидетельства. А потом была действительно целая жизнь с разными сложными отношениями, и, наверное, много раз Лидии Корнеевне все это было достаточно горько. И я думаю, что она решила это для себя, что все решит правда. Вот она напишет так, как было, и эта правда сама по себе ее рассудит. Она древняя, она древняя с историей, и более того, саму Лидию Корнеевне с ее жизнью. Я думаю, что люди читают эти записки на разных уровнях. Ну, я даже не беру тех, кто читает. Это просто как некое мемуарное свидетельство. Хотя это не мемуарное свидетельство. Записывать человеческую речь, а ведь книга состоит главным образом из монологов Ахматовой и диалогов с Ахматовой. Записывать прямую человеческую речь, это совершенно, как вы знаете, как прозаик, одно из самых трудных вещей на свете. Особенно про правду записывать. Не придумывать эту речь, а записывать, как она есть. Это фактически невозможно. Да, многие честные мемористы просто отказывались на прямой речи. Ну, было в моей молодости, как институт. Я приходил домой и думал, ну-ка, я запишу. Ничего не получается. Вы, наверное, тоже пробовали. Ничего не получается. Записывать человеческую речь так, как она прозвучала, звучит в ваших ушах. Это требуется совершенно особый навык, особый талант, особое устройство памяти. Лега остается имя и не остается прямое речи. Лега прямая речи снимается с ним. Не остается мысль. Вы так следите за мыслью, которую хотите. Вам сказали вот это. Вы совершенно забываете, что эта мысль была одета. Ей, Лидии Корнеевне, это в этой книжке как-то удалось. И это, видимо, отнимало огромное количество сил. Можно читать, короче говоря, эту книжку вот именно как такую запись. Можно читать, и некоторые ее так читали, как такую, ну, рабскую, если угодно, рабскую хронику. Вот человек глядит, безусловно, снизу вверх на свою героиню, описывает ее сочувствами, обыкновенного, так сказать, благоговения, почтения, уважения, и не позволяет себе критических суждений. И действительно не позволяет. Но когда вы дочитываете третий том, даже без тех ташкентских записей, которые вот приложены к третьему тому в новом издании, у вас все равно остается такое довольно сложное чувство. Ведь вот это вот то, что вы даже сказали о том, что Анна Андреевна бывала капризна, бывала несправедлива, бывала жестока, бывала очень часто неисправдива, вы узнаете, тем не менее, из этих записок, которые написаны с таким благоговением. Понимаете? То есть каким-то образом получается, что если отшлифовать стекло и сделать его таким вот, совершенно прозрачным, я не знаю, через него оказывается виднее, чем через стекло. Она обладает уже само какими-то проницающими внутрь свойствами. Я однажды сказал Лидии Гавнеевне, что, и вы знаете, она это как-то оценила, и ей это было дорого. Я думаю, что это было важно для нее, для самой. Я сказал, что в Ахматовой для ее изображения есть нечто от королевиры, когда, да, человек и велик, и несчастен, а в то же время, ну, все-таки, ну, как бы это сказать, он же отчасти и в суд, он же отчасти, его собственная несправедливость, вина, его трагедия и так далее. Вот в Лидии ведь есть это, он же герой неправоты. Правда? И в этом смысле там Ахматова такой вот герой собственной неправоты. И вдруг я с удивлением обнаружил, что эти по всей видимости абсолютно простодушные записи влюбленной, почтительной читательницы вдруг оказываются очень тонким и точным анализом. Насколько это было намеренно? Вот я убежден, что намерение анализировать Ахматову, понимать ее, наверное, как у автора книги, у Лидии Кармейной не было. Но это тот случай, когда вот этот принцип «пишу только правду, ничего, кроме правды», он в этом случае сработал. Но только я все равно думаю, что слово «правда», помимо своих 27 основных значений, имеет еще какое-то. И «правда» может стать прозой при некоторых условиях, содержащихся в авторе. И в этом авторе Витя Кармейной эти условия были. Я думаю, что просто почтительный человек, да просто магнитофон, если бы он был прикреплен всю жизнь к Ахматовой, он не передал бы нам того, что мы о ней сейчас знаем, благодаря записям Чуковской, не передал бы, потому что, видимо, все-таки вот такой Экерман, это такой микрофон, это мыслящий микрофон, который все-таки внутренний производит внутренний отбор, потому что есть, опять-таки, не только 27 значений, слово «правда», но и 27, по крайней мере, из степеней. И фотоаппарату, магнитофону удается записывать только один, мне кажется, уровень, как правило. А для того, чтобы выбраться на какую-то другую ступень, нужен человек. Вы общались с Эдикорнией, переписывались. Мне интересно узнать Ваше мнение вот по какому поводу. Она по отношению к людям, которые губили ее жизнь, которые поступали лживо и жестоко. Какие испытывала чувства? Она презирала их, она их ненавидела, или она была великодушна и прощала их, или она хотела быть только справедливой? Знаете, мне кажется, кроме естественного презрения, презрение это было в ней действительно всегда, для нее человек, однажды солгавший, уже, в общем, не был равным человеком, но при этом он становился объектом некоторого недоумения. Я думаю, что вообще она недоумевала перед ложью и злом. Ей не очень было понятно, что может людей заставить, например, лгать, когда правду говорить так интересно, или что может заставить людей причинять другим боль, страдания, зло. Я уж не говорю о таких вещах, как, скажем, доносы, предположим, анонимные статьи в газетах. Ее искренне это как-то поражало. Ну, вот так же, как мы смотрим сейчас на каких-то бронтозавров, тираннозавров, игуаннозавров в какой-нибудь панораме, смотрим на этих доисторических существ, мы не очень понимаем, как они жили, как они мыслили, и как они передвигались. Знаете, она была такая Алиса в стране тираннозавров. Да, сегодня, считаю, вот страницы, когда ее исключали, допустим, в Союз записателей, особенно внятно, ходят люди с абсолютно непонятной, исковерканной психикой. Да. И говорят, бог знает что, я предлагаю лишить Лидию Чуковскую наследство. Почему они должны... Они ее тоже не понимают. Это действительно же очень смешно, когда какой-нибудь там детский же писатель вот в этом процессе исключения, Яковлев говорит, да, Юрий Яковлев, если нет, еще более замечательный, писательница Воскресенская, которая, помните, писала не то про молодого Марса, не то про молодого Ленина, не то книжки, она писала, она, значит, Чуковскую исключают, это 1974, по-моему, год, и она говорит, я много лет назад слушала выступление Лидии Чуковской, она говорила, что надо заботиться не о пионерском знамени, а чтобы мальчики хорошо обращались с девочками. Представляете, это с пафосом, это обвиняет взрослая женщина, обвиняет взрослую женщину, это два писателя, это вот лишний раз показывает, что все-таки представлял собой наш замечательный союз писателей. А что отвечает Чуковская? Она говорит, я такого своего выступления не помню, но я и сейчас думаю, что мальчики должны хорошо обращаться с девочками. Понимаете, ну что она должна думать об этой бедной воскресенской? Они действительно не понимают друг друга. Она так думает, что мальчики должны хорошо обращаться с девочками, людей не надо расстреливать, Сахарова не надо высылать, Солженицына не надо сажать в тюрьму. Вот как-то примерно так думает. Она, это даже как бы неинтересно, она не подходит к романтической героине. Она думает правильно, она человек, воспитанный русской литературой, которая является ее родиной, ее отцом, ее матерью, ее религией, ее совестью, она сама в себе в конце концов вот этот этический смысл русской литературы воплотила и с таким действительно недоумением глядела на окружающих. А что касается прощения, при всем при этом, она вот мне однажды написала по поводу одного человека, что сама я, да, конечно, за то зло, которое он мне причинил, например, «Нет, да, конечно, какой разговор, какой я имею право не прощать, но какое же я имею право прощать, говорит он дальше, за других, за тех, кто убиты. Я же не могу прощать за них, они же в самом деле погибли. Вот моему покойному мужу Матвею Петровичу Бронштейну, ему же все-таки мучерек разнесли пулей из револьвера в где-нибудь там, в подвале большого дома. Какое я имею право прощать того, кто это сделал, тех, кто это сделал, такая у нее приблизительно была позиция, мне кажется, что спорить их довольно трудно. Я это очень понимаю, отсоединение презрения, недоумения и, в общем, не имею право простить.